Ну что, уважаемые дамы и господа, что вам напоминает эта картинка? Мне лично парус порвали парус. Именно эти слова приходят на ум. Но здесь не так трагично, как в песне. Его случайно порвало ветром, который вместе с дождем и градом бушует на Средиземноморском побережье. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Жанна в Турции онлайн. Сегодня 22 января. Температура воздуха в Алании сейчас плюс 10 градусов. Говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Сегодня это про меня. Я не собиралась вообще снимать видео, но так получилось, что это уже второе за день. И все про погоду, которая не перестает удивлять. Мне очень хочется показать вам Турцию своими глазами действительно онлайн. Ох, какой гром, слышите? Именно такой, какая она и есть в разных ее состояниях. Думаю, мало кто из вас видел Аланию такой. Дождливой, холодной, с градом и море. Море сегодня словами описать невозможно. Мы выехали в центр Алании по делам. И когда возвращались домой, не смогли не остановиться вот на этом участке, где горная река Димчай впадает в море. Обычно здесь тихо и спокойно. Я иногда показываю вам именно это место. Небольшой поток относительно чистой, по крайней мере, прозрачной воды идет по своему руслу. Но сегодня издалека видно, что река вышла из берегов и мощным грязным потоком несется вниз. Представляете, насколько много осадков выпало в эти дни, что река столь полноводна. И море стало серым, даже ближе к коричневому цвету глины, я бы сказала. Но вряд ли это только речная вода его так окрасила. Наверное, еще и муть со дна поднялась, и песок. Честно вам скажу, я такое видела, но на небольших участках. А сейчас это масштабно. От порта до района оба море полностью поменяло цвет вплоть до линии горизонта. Страшновато, но, как обычно, любопытство берет вверх. Хотела просто снять видео с набережной, но чем ближе подхожу, тем больше меня тянет вниз на берег бушующего моря. Да, дождь льет, как из ведра. Вчера начался вечером и не прекращается до сих пор. Естественно, людей на улицах практически нет. Я под зонтом, но он особо меня не спасает. Шлепаю по лужам, ноги промокли. Причем я промокаю сегодня уже во второй раз, но благо, что на улице не холодно. И знаете, я подумала, что не жалко промокнуть ради того, чтобы увидеть такую необычную картину. Кстати, это один из моих любимых участков. Получается, последний пляж района Алания на границе с районом Оба. После него все остальные пляжные кафе и рестораны от Обы до Каргаджака снесли и будут строить новые. А этот уютный зеленый участок остался нетронутым, но тщательно перемотан полосатой лентой. Кстати, в комментариях были вопросы, что происходит с пляжами именно района Алания. Ну, как видите, их не тронули, пока оставили как есть. Реновацию начали с пляжей Обы. Но слушайте, пляж-то, конечно, красивый, а вот то, что открывается взору на берегу, приводит лично меня в некоторый ужас. Мусор. Сколько мусора. Он везде. Вот насколько видит глаз, настолько и покрыт берег мусором. Понятно, ветки, палки это несет с гор, но еще и пластик, множество бутылок, банок, ведра, пакеты, пенопласт, игрушки, одежда, обувь, чего здесь только нет. Это же все выносит волнами из воды на берег. О, какой гром опять! Вы слышите, да, что творится и дождь усиливается? Честно, у меня нет слов, и я так хотела показать вам красивое море, но то, что вижу сейчас, так загадить море могли только люди. И я даже не знаю, что тут комментировать. Чувства противоречивые. Хочется на море посмотреть, но на переднем плане получается мусор. Однако, раз уж пришли, давайте прогуляемся как есть. Будем надеяться, что этот шторм, он поможет морю очиститься, а мусор потом, конечно, вывезут городские службы. Когда погода успокоится, на побережье начнут наводить порядок. Субтитры создавал DimaTorzok 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 До свидания!